Приветствую! Это ежемесячный обзор судебной практики по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Напомню, эта статья предусматривает уголовную ответственность за уклонение от мобилизации и единственное наказание, которое возможно, это лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. За август месяц 2023 года суды вынесли 106 приговоров, из них только 11 реальных. Из этих 11 приговоров в 6 случаях люди получили наказание в виде 3 лет лишения свободы, то есть минимальное возможное наказание по данной статье. В 4 случаях суды посчитали возможным дать наказание меньше минимального предусмотренного санкцией статьи 336 и установили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. И в одном случае было установлено наказание в виде штрафа в сумме 51 тысяча гривен. Что это все значит? Это значит, что тенденция ухудшается. Как мы с вами знаем, ранее мы видели, что суды за месяц принимали только 4-5% реальных приговоров. Выносили 4-5% только реальных приговоров. Сейчас, как мы с вами видим, 106 всего и 11 реальных. То есть уже выросло до 10% количество реальных приговоров. И, кстати, это соответствует и статистике уже предыдущего месяца. То есть мы вышли на новую вершину и, скажем, на такое своеобразное плато по количеству реальных приговоров. Также не радует нас и статистика, которую мы видим в апелляции. В апелляции мы нашли только 2 приговора, 2 дела. И в обоих случаях люди получили реальные приговоры. При этом в одном случае человек первой инстанции получил условный приговор. А во втором случае вообще оправдательный. И вот здесь мы остановимся поподробнее, рассмотрим этот приговор. Мы уже говорили об этом приговоре, об оправдательном приговоре, который был вынесен в Тернопольской области. И если вы помните, было отдельное видео, которое ему было посвящено. Мы его подробно разбирали. Там, напомню, ситуация была с человеком, который является прихожанином церкви адвентистов 7 дня. А как мы с вами знаем, прихожане данной церкви постановлением Кабинета Министров Украины относятся к тем людям, которые имеют право на альтернативную службу. Имеется в виду замена срочной службы альтернативной. Но, как мы с вами знаем, что замена воинской службы во время призыва по мобилизации в особый период не предполагает замену альтернативной службы. Но, тем не менее, есть статья 35 Конституции Украины, которая говорит о том, что человек по своим религиозным убеждениям может отказаться все-таки от прохождения воинской службы. И мы очень радовались, когда появился тот приговор, и мы аплодировали буквально судье и говорили, что вот же есть судьи, которые занимаются не, как говорят, буквоедством, и не акцентируют внимание на том, что нет закона о альтернативной службе во время мобилизации, либо о порядке освобождения от мобилизации по религиозным основаниям. Но судья смотрел в Конституцию Украины, судья смотрел в международные акты и вынес оправдательный приговор. Почему? Потому что человек предоставлял доказательства, что он является членом этой религиозной организации, там еще в 2002 году был крещен, и суд, исходя из норм Конституции, которые, как мы с вами знаем, нормами прямого действия являются, тогда принял решение оправдать человека и сказал, что здесь нет состава преступления, потому что человек по своим религиозным убеждениям не может проходить воинскую службу. Но, но прокуратура этот приговор обжаловала, и апелляция пересмотрела это дело и решила по-другому. И самое такое, ну знаете, самый аргумент, вот который был такой юридически, на мой взгляд, достоверный, правильный, да, это вопрос был в том, когда человек был крещен. То есть там проблема в чем? Человеку выдали справку о том, что он крещен в 2002 году, но справку выдавала не та община, в которой он был крещен. И я так понимаю, исходя из того, что было написано в приговоре, что членов этой общины вызывали в суд, и они давали пояснение, что у них достоверной информации о том, когда он был крещен, нет. Почему? Потому что крещен он был в Лисичанске. Лисичанске. Лисичанск сейчас, как мы знаем, это временно оккупированная территория. Связи, получается, с общиной нет, и не удалось установить, когда же он был крещен. А тот факт, что он активный, был активным прихожанином в 2022 году, суд, ну, как бы не принял во внимание. Хотя, опять же, если исходить из того, что написано в Конституции, да, там не сказано, когда у меня должны появиться эти религиозные убеждения, как я должен доказывать их, да. Но, что еще интересно здесь, суд, рассматривая это дело, указал, что, мол, да, есть статья 35 Конституции Украины, но при этом вот религиозные убеждения, по сути, тоже нужно доказать. А самое главное, суд сказал, что нет закона, который бы позволил заменить воинскую службу во время мобилизации альтернативной службой. И, мол, поэтому мы, как бы, не говорим об этом. Но я здесь, знаете, провел параллели с вот тем решением суда недавним, которое касалось запрета на выезд из Украины. Там тоже суд говорил, что, мол, нет закона, который бы запрещал выезд из Украины. Но, учитывая публичный интерес, мы считаем, что есть смысл запретить и этот запрет признать правомерным. И вот мне, знаете, почему-то, ну, в каком-то смысле стало обидно, что вот и в одном, и в другом случае государство не принимает закон, и когда закон не принят, оно эту ситуацию трактует в свою пользу, а не в пользу человека. И, вроде бы, с одной стороны, да, это учит нас к чему? Это учит нас к тому, что во всех спорных ситуациях государство будет считать, что право оно, и действие его представителей правомерно. А с другой стороны, мне кажется, что все-таки суд мог бы оценить эту ситуацию несколько иначе. Ведь мы понимаем, что, да, здесь в суд вызывали людей верующих, и эти люди не могут обманывать. И вот их показания в суде как раз и подтвердили их глубокую веру, да, что они даже для того, чтобы своего соприхожанина, так сказать, да, оправдать, и сказать, что да, мы знаем, что он в 2002 году стал крещеным. Нет, они не соврали. То есть вот люди, исходя из своих убеждений, даже готовы, ну, скажем так, да, где-то там подставить своего товарища, но не соврать ради веры. И вот здесь суд, получается, наверное, не до конца это оценил, не учел этот момент. И в итоге человек получил три года лишения свободы. Реальных три года. К сожалению, вот такая ситуация. Поэтому, к чему я вас призываю, не уклоняйтесь от мобилизации, потому что мы видим, что суды все чаще выносят реальные приговоры. И если раньше многие люди говорили, да, мол, не страшно, все равно будет условный приговор, то сейчас мы видим, что и первая инстанция чаще выносит реальные приговоры, и апелляция, пересматривая дела, меняет условное наказание на реальное, и даже оправдательный приговор меняет на обвинительный. Что, конечно же, не очень нас радует на самом деле. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете еще массу полезных видео. Также напомню, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше, и появляется она там оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.